Она сказала, я никуда не полю, я губы не накрашу, стерлюсь, говорю. И вот красила. Все накрасила? Я не могу вот эту току идти туда. Ну и теперь можно? Все, губы накрашены? Это твоя, ой, какие у тебя губы потрясающие синие, это просто бомба какая-то. Тыщися на руке. О, да это просто бомба. Давай косметическую. Я буду... Я буду... Я буду привидение. Ну ты реально цветом как привидение. Я буду привидение. Я буду привидение. Пойдем, Кисть. Я привидение. Я привидение. Пупыд лотит сибудипу. Давай, и поехали. Пупит. Пупит. Симпл димпл. Не попит. Русском трав не запретит. Дай напишу. Валерка приехала попрощаться с Бэтусей, потому что выезжает в Питер. Так, мы с Бэтусей сходили в магазин, и у нас тут в доме поставили вот такую вот игру. Мы что-то будем с ней играть. Попала. Попала. Давай, давай, щас, давай. Папа, а ты один? Да. Папа! Я, я щонка, мне дать. Что ты говорила? Ты намажешь помаду, и все мальчики и девочки твои? Да. Или все мальчики твои, когда ты намажешь помаду? Делаю мать, а они мои. Почему? Они мои, потому что я синий дружу. Я их не отдам мою кассетию. Они, они не на кассе, а я на кассе моей крутой, вот эти помады. Это круто. Покажи. Опа. Какая крутая помада. Там еще можно и коза носовать. Что я хотела вам на самом деле рассказать по поводу Валерки. Значит, с Валерой мне недавно позвонил. Я так понимаю, при Ане, наверное, как под дулом пистолет. Он мне сказал, типа, мы можем с тобой как-то больше не общаться, потому что Ане неприятно, я не хочу терять свою семью. Каждый раз одна и та же песня. Как только Валерий приезжает на территорию Москвы, сразу же с ним разводятся. Раньше, ладно, был повод, это были гулянки. Сейчас, например, он реально не гуляет. Так, Валерка приехал. Валера приехал к Беттичке на один денечек. Валера реально приехала на один день, чтобы увидеть Беттичке, подарить ей подарочки. И сейчас с ней поиграет, погуляет и поедет домой обратно. Молодец, Валерка. Мне здесь кажется, что больше проблема все-таки не во мне, а проблема, не знаю, может быть, она уже стала мамой, у нее ревность к Бете. Я просто не в курсе. Понятное дело, что когда Валера приезжает, он заходит за ребенком, увидимся. А как она это представляет? Я что, должна нанять какого-то человека, который будет приводить Бетти куда-то? Просто, на мой взгляд, это такая, не знаю, я считаю, что Аня красивая, молодая. Молодая, успешная женщина, ревновать, как-то, мне кажется, немножко не совсем ее конек. Просто, если так в целом посмотреть, это уже является закономерностью. То есть, каждый его приезд в Москву, это сразу равняется разводу. Не думаю, что на самом деле причина здесь во мне. Все-таки больше думаю, что причина здесь заключается в Бетти. Наверное, это сравнение любви к дочери, к сыну, я не знаю, честно, не знаю. Для меня это немного чуждо. Я в таких вещах как бы плохо понимаю. Но в любом случае, человек, который женился на мужчине, у которого уже была семья, прекрасно, прекрасно понимает о том, что мы будем видеться. И мы можем общаться все нормально, все вместе. У кого нет, не должно быть друг к другу каких-либо претензий, потому что никто друг на друга не претендует. Продолжение следует...